Новости на Амурском областном телевидении в студии Валентина Абрамова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. Ограничили в передвижении. Амурская область вела режим самоизоляции для прибывших из других регионов. Продукты с доставкой на дом. Крупные торговые сети Благовещенска предлагают новую услугу. Модульная котельная с термороботами. В Заветинске модернизируют коммунальную инфраструктуру. Останься дома ради семьи и страны. Музыканты Благовещенска и Китая исполнили новую песню. Количество неработающих дней в России нужно продлить, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила инкубационный период коронавируса 14 дней. Сейчас 45 регионов страны находятся в первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные между третьей и четвертой. То есть там эпидемпроцесс нарастает, объяснила руководитель ведомства. Наибольший уровень заболеваемости сегодня зафиксирован в Москве и Московской области, а также в Бурятии и Санкт-Петербурге. Напомню, по указу президента Владимира Путина, все будни с 30 марта по 3 апреля стали нерабочими сохранением заработной платы. Продукты с доставкой на дом. Крупные торговые сети Благовещенска предлагают новую услугу жителям, которые находятся на самоизоляции. Курьер доставит любой товар, кроме алкоголя и табачных изделий. Сервис действует всего несколько дней, но уже становится популярным. Как оформить покупку, теперь знает и наш корреспондент Юрий Камышный. Здравствуйте, это служба доставки. Какие вам нужны продукты? Самоизолированным доступен весь ассортимент товаров, которые предлагает торговая сеть. Доставку бытовой химии, продуктов питания, выпечки оформляют по телефону или ватсап. В этом магазине специально для этого несколько дней назад открыли отдельную онлайн-кассу. Схема довольно простая. Покупатель звонит продавцу и оформляет покупку. Обсуждаются все наименования, чтобы после доставки не возникло отказов. Мы связываемся с нашим покупателем либо в видео ватсап, либо перезваниваем. И просто перечисляем все марки, которые у нас есть на сегодняшний день. И покупатель уже ориентируется. Мы ему описываем даже где-то упаковочку, если покупатель не знает марку. И он уже с помощью нашей помощи ориентируется, что ему нужно. Пока таких онлайн-заказов немного. Услуга только становится популярной. По словам продавцов, если будет необходимость, оборудуют дополнительные кассы, привлекут и новых работников. Кстати, сумма заказа не ограничена. От нескольких сотен рублей до десятков тысяч. Курьеры доставят любой заказ, кроме алкоголя и табачных изделий. Контакт с покупателями будет минимальный. Все продукты приносят к дверям квартиры или подъезда. Расчет безналичный. Сейчас это просто необходимость. Мы поняли, что покупателям это нужно. Сам режим самоизоляции предполагает, что люди не должны выходить из дома, не должны ходить по магазинам, контактировать. Поэтому мы предложили в таком экспресс-варианте службу доставки. Кстати, доставка из магазинов будет платной. Каждая торговая сеть устанавливает свои расценки. Сейчас в проекте, который предложило правительство области, участвуют несколько крупных дискаунтеров. Хочется сказать огромное спасибо всем предпринимателям, которые откликнулись на это. Потому что у некоторых даже не было в работе доставки продуктов. Сейчас они переориентировались и охотно вступают в эти ряды. Поэтому доставка продуктов и непродовольственных товаров будет не только по городу Благовещенскому, но и в других населенных пунктах Амурской области. Амурчане, которые не в состоянии оплатить курьерские услуги, могут воспользоваться помощью волонтеров. Для этого достаточно набрать телефон горячей линии 112. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Режим самоизоляции для тех, кто приезжает в Преамуре, ввели в регионе. Все прибывшие должны сообщить эту информацию по телефону горячей линии 112. Специалистам потребуется контактный номер звонящего, место регистрации и фактического пребывания. Приехавший из другого субъекта России должен находиться дома на самоизоляции в течение 14 дней со дня приезда. При любых признаках ухудшения здоровья нужно вызывать врача на дом, напоминают специалисты. Следят за соблюдением карантина оперативные группы. В них включены сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Изменения в распоряжении о введении режима повышенной готовности внес губернатор Василий Орлов. 52 компании Преамуре будут изготавливать защитные маски. Список организаций составили в правительстве региона. Предприниматели обеспечат расходными материалами. Единственное условие – все они должны исполнять требования, которые предъявляет Минпромторг – пошиву таких изделий. Пока же средствами защиты жителей области обеспечивают небольшие ателье и индивидуальные предприниматели. Наш корреспондент сейчас расскажет, кто сменил пошив военной формы и модных платьев на изготовление защитных масок. Татьяна Миргород закончила ОМГУ по специальности моделирования и конструирования тканных изделий. Работает за кроссиком уже много лет. Раньше, говорит, маски не шила. Не было необходимости. Сейчас делает это с легкостью и шутит. Интернет помог. Главное, чтобы размер подошел. Есть востребованность в детских масках. Люди просят детские маски. Есть востребованность мужчины, у кого лицо побольше. Мы немножечко делаем объемы побольше. Особенно вот анатомические, подкрайные такие маски. Они могут быть немножечко побольше размеров. Вот эти вот у нас стандартные получаются. Маски как медицинские одноразовые. Маски можно изготовить из разных материалов. Но в этом ателье выбрали бязь. В день семь сотрудниц шьют почти 500 изделий. Стоит одна маска от 100 до 170 рублей. Цена зависит от сложности и дизайна. Наше ателье занимается до 30-го числа работало с заказчиками. Мы выполняли индивидуальные заказы платья блузочного ассортимента и пальтово-костюмного. А уже с 30-го мы перестроили свое производство на пошив масок. А здесь еще две недели назад изготавливали военную форму. Сегодня шьют защитные маски. На предприятии работают без выходных. В день производят почти 600 изделий. Все, что касается госзаказа, то есть мы стараемся объяснять заказчику, то есть вроде как идут навстречу, но тем не менее мы, то есть все, что касается военной форменной одежды, военизированной, специализированной, то есть у нас остался человек, который занимается только этим. Просто раньше этим занималось четверо, сейчас фактически один. В одиночестве работает Светлана Ильинская. Уже 30 лет она занимается пошивом одежды. Никогда не думала, что придется вместо модных платьев и костюмов шить защитные маски. Начинала с 50 штук, сейчас изготавливает около 100 в день. Правда, свою работу оценивает в 200 рублей. Стоимость, вы должны понимать, складывается прежде всего. Это не только стоимость работы, но и составляющая. Конечно, львиную долю стоимости занимает это стоимость ткани. Вы обращаетесь в ателье, значит, вы вправе рассчитывать на самое хорошее качество пошива по соблюдению технологий всех, и ГОСТов, и правил пошива. Приобрести защитные средства можно в 8 торговых точках Благовещенска. Список организаций, которые реализуют маски, опубликован на сайте правительства региона. В Минэкономразвитие идет прием заявок от бизнесменов, которые готовы помочь амурчанам защитить себя от коронавируса. Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. «Останься дома ради семьи, ради страны» – это измененный текст песни популярной российской группы, которую записали музыканты Благовещенска и Китая. Клип снимали и монтировали дистанционно, более чем с 15 телефонов. Так исполнители решили поддержать каждого, кто вынужден остаться дома. В течение трех суток творческие люди Амурской области записывали кавер-видео на песню «Останусь» группы «Город 312». Результаты своего творчества отправляли в город Санья. Там итоговым сведением звука и видео занималась Светлана Муравьева. «Привет, Благовещенск! Мы представляем вам необычную работу. Эта песня написана реально между двумя странами – город Благовещенска Амурской области и город Санья КНР. Дело в том, что мы уже давно вышли с карантина, мы уже выходим на работу, мы давно пережили все это. У вас только началось. Я надеюсь, что как началось, так и закончится. И я очень хочу сказать, что все будет хорошо. Выполняйте все правила, сидите дома, и все будет замечательно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это видео можно увидеть на YouTube-канале, а также на Instagram-страничках артистов города. На самоизоляции без дела не сидят и юные артисты творческих коллективов. Каждый день вместе с педагогами они занимаются онлайн. Поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Видеоролики выкладывают в сеть с хэштегом «Оставайся дома». Наш корреспондент сделал подборку самых интересных из них. Смотрим. Вот с таких упражнений начинается каждое утро юных танцоров в студии «Трафик». Полноценное занятие с ребятами проводят хореографы в прямом эфире на страничке Instagram. «Вчера, например, мы перевели свою студию на онлайн-образование. Очень приятно смотреть, как малыши пыхтят, повторяя задачи за нашими педагогами. Приятно, что они проводят время с пользой. Поэтому давайте поможем друг другу. Посидите дома, не выходите из дома. Займитесь онлайн-образованием. Просто читайте книги. Занимайтесь домом, занимайтесь семьей. Тогда мы быстрее выйдем на улицы и обнимем друг друга». Ежедневно в прямой эфир выходит и дочь руководителя студии Анна Соловьева. Анна несколько лет живет и работает хореографом в Китае, но из-за карантина в Поднебесной сейчас в Благовещенске. У Анны 138 тысяч подписчиков. Ежедневно треть из них повторяет сложные танцевальные движения за девушкой, причем пробуют свои силы в хореографии жители разных стран. Амурские танцоры также занимаются онлайн, тренируются дома. Вместе с детьми, домашними питомцами они выполняют непростые упражнения и даже создают новые постановки. На домашнем обучении сейчас студенты колледжа искусств и культуры. Еще накануне они занимались в хореографических классах, сегодня дома, на кухне. Но ребята не унывают и поддерживают друг друга, даже запустили вот такой репетиционный флешмоб. Не отстают от студентов и воспитанники Центральной детской школы искусств. Ежедневно юные музыканты и художники выкладывают в сеть все, чему смогли научиться удаленно. Творческие коллективы и студии Благовещенска репетируют дома. Некоторые даже устраивают мини-концерты вместе с родителями. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вместе с детьми, лежа на диване, поют даже папы. Выросла фасоль. Доре ми фасоль. С реквизитом и мобильным телефоном каждый вечер проводят дома артисты цирка АП. По словам ребят, сейчас каждый может взять с них пример и научиться чему-нибудь новому, например, жонглировать или стоять на руках. На гармошку, на трехрядку я ромашку положу. А вот так, не выходя на улицу, поют солисты филармонии. Артисты ансамбля «Мы» тоже запустили флешмоб «Танцуй дома, сиди дома». И вместе станцевали свои любимые танцы. На кого он еще похож? Кто? Догадайтесь. Кто? Догадайтесь. Он. На землю, потому что полосатый. Да. На землю, потому что он круглый. Да. На мальчишек, потому что не плачет. Да. А еще он похож на меня. Оля, садится! Оля, садится! Оля, садится! Оля, садится! Завитинск уже начал готовиться к новому отопительному периоду. Из девяти котельных города две требуют ремонта. Причем одно аварийное сооружение заменят автоматизированной модульной котельной. А в другом установят современное оборудование. Между тем, коммунальную инфраструктуру планируют обновить в Белогорском, Благовещенском, Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. На работы потребуется 170 миллионов рублей. Как будет идти модернизация, знает Нелли Козлова. Котельная номер 8 отапливает пять частных домов и школу. Сегодня она в аварийном состоянии. Дело в том, что здание построено без фундамента, поэтому стены разрушаются. Спасти аварийное строение попытались в прошлом году. Для потолка и стен установили подпорки, заменили оборудование. Естественно, этих мер оказалось недостаточно. Поэтому в этом году здание решили снести и установить на его месте модульную котельную с термороботами. Новые котлы, они энергоемкие и они потребляют меньше твердого топлива, угля. В связи с этим они экономично выглядят со стороны этих котлов. Кстати, в прошлом году на четырех котельных региона семь котлов заменили на термороботы. По словам министра ЖКХ Амурской области Сергея Гордеева, такая модернизация позволяет снизить расход топлива и экономить электроэнергию. Еще одна котельная «Завитинска» отапливает 15 многоквартирных домов, школу и колледж. В этом году без аварий на предприятии не обошлось, ведь ремонтировали котельную 11 лет назад. На эту котельную было выделено порядка 5 миллионов рублей, но проектная стоимость работы составляет порядка 16 миллионов рублей. И нам необходима дополнительная субсидия на проведение необходимых мероприятий на этой котельной. Завершить все ремонтные работы специалисты планируют к осени. Модернизацию котельных также проведут в селах Успеновка и Накентьевка-Антоновка. Между тем, к концу года термороботы установят на трех объектах и запустят три автоматизированных модульных котельных. Нелли Козлова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Из-за сильного ветра жители некоторых населенных пунктов Шимановского и Тамбовского районов остались без электричества. Причинами сбоя стали упавшие на лэп ветки деревьев. Сейчас электроснабжение уже восстановлено. Между тем, сегодня порывы ветра в Благовещенске достигали 20 метров в секунду. По области до 22. По словам синоптиков, на погоду региона повлиял Якутский циклон. Кроме сильного ветра он принес и понижение температуры с плюс 14 до плюс 5. Самым сильным ветер был в Сковородинском и Тындинском районах. Однако для апреля это вполне нормальное погодное явление, отмечают в Амурском гидрометцентре. Это последствия прохождения на нашей области холодного фронта, который связан с циклоном. Циклон прошел по Якутии и нас практически не задел. Но нам достался вот это похолодание и ветер. Апрельский, часто называем такие процессы апрельскими, потому что циклоны, которые проходят в апреле, они чаще всего сопровождаются сильными ветрами. Такая у них сезонная особенность. Синоптики обещают, что уже завтра ветер стихнет, но теплее не станет. Температура воздуха в ближайшие дни не поднимется выше 5 градусов. И на сегодня это была вся информация. Пересмотреть нашу программу вы всегда можете на сайте amurobl.tv и на страничках инстаграм-аккаунта. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова